В поселке Кшенске советского района два долгожданных события. В школе номер два имени героя Советского Союза Ивана Занина появилась универсальная многофункциональная площадка. А для всех жителей района свои двери распахнул физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном. Заниматься в ФОКе смогут люди с ограниченными возможностями здоровья. В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Александр Михайлов. Во второй советской школе больше 600 учеников. Почти каждый неровно дышит к спорту. Кирилл Садовников, например, играет за баскетбольную сборную района. Пять лет назад парень впервые взял в руки оранжевый мяч и больше с ним не расстается. Надеется, новая площадка станет трамплином в НБА. Там все игроки лучшие, но могу уделить там Пол Пирс, Леброн Джеймс, Коби Брайант. Даже наши русские игроки, как Тимофей Мозгов, Андрей Кирленко. Я считаю, что играть рядом с любым из этих игроков – это уже достоинство. Я считаю, что это мой вид спорта. Я очень люблю его. Иду с ним по жизни. Это мой девиз. Есть у нас среди обучающихся нашей школы мальчики, девочки, которые активно участвуют во всех видах спорта. Как в баскетболе, так и в футболе. И они сегодня на высоте. Еще вчера занятия физкультурой проходили в этом спортзале. Он вмещает не больше двух классов. Многофункциональная площадка позволит проводить уроки еще в трех классах сразу. Причем круглый год. Тренироваться здесь может каждый, кто дружит со спортом. Больше места для физического здоровья в этом физкультурно-оздоровительном комплексе с символичным названием «Старт». Такой же, как в Санкт-Петербурге. Площадь почти 6000 квадратных метров. Четыре зала, 25-метровый бассейн с шестью дорожками. Стоимость объекта – 530 миллионов рублей. Лера Леонова, возможно, будущая олимпийская чемпионка, одна из первых окунулась в водную стихию. Плавать смогут и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них специальное кресло «Дельфин». Кроме водного спорта здесь есть площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, пауэрлифтинга, гимнастики, дзюдо, настольного тенниса. К будущим чемпионам губернатор Александр Михайлов приехал не с пустыми руками. Для спортивных рекордов нужна соответствующая экипировка, отметил глава региона. У нас раньше, в 2011 году, как по крайней мере исследования показывали, у нас занимающихся спортом было 17% от населения. По итогам 2014-го, в начале 2015-го – 32%. Это почему? Да потому что появилась хорошая спортивная база. Люди нормально это восприняли. Молодежь в особенности, конечно. Решением губернатора ФОК признан межрайонным центром физической культуры. Сюда переедут местные спортшколы. Для детей посещение бесплатное. В самое ближайшее время здоровому образу жизни в районе будет дан официальный старт. Ирина Шашкова, Антон Латышев, телеканал СЕИМ.